Человек ходит, и мастер не говорит, что у нее клюют ногти. Вот такой вот результатик у меня получился. Клиентов у меня нет. Маникюр сделала за 2 часа. Перед началом этого видео подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, напишите комментарий. Также переходите в другие соцсети. Инстаграм, телеграм, ВК. Там я постоянно, регулярно чем-то делюсь, что-то рассказываю. Снимаю рюксы, шорты и так далее. А если хотите записаться на маникюр, то можете это сделать тоже в телеграме, либо в инстаграме. Итак, внимание, в туалете музея есть Зелинский. Сейчас мы будем смотреть, насколько это Зелинский или нет. Понюхать надо. Мне кажется, не Мазли. Не Мазли. Нет. У них очень редкий запах всегда. У нас сегодня понедельник. Я немножечко приболела. Я чувствую, что я заболеваю. Я сейчас, наверное, выпью лекарства. Клиентов у меня нет. Но... Я решила все равно поехать в кабинет, потому что у меня есть идея для двух рилдс, для которых мне нужно нарастить себе гигантские ногти. В общем, я сегодня решила эту идею воплотить. Ну, мне кажется, я все не успею сделать. Я, скорее всего, успею сделать вот на одной руке. Первое видео я хочу сделать, как я наращиваю длинные ногти, такие, чтобы не были кривые, косые и так далее. Вот. Записать такой, типа, мастер-класс. Ну, байт на комментарии, естественно, девочки. И второе видео, это... Мне написали комментарии, типа, как с такими ногтями что-то подтирать жопу, как с такими ногтями жить. И я решила записать видео, где, там, не знаю, с этими ногтями монетки пытаюсь брать, посуду мою, что-то застегиваю, завязываю шнурки и так далее. В общем, ну, идея не новая, да, но я такое не делала и подумала, почему бы и нет, почему бы и не снять. Вот. Поэтому сегодня еду в кабинет, уже сейчас где-то полтретьего, скоро уже будет темнеть, я не знаю, во сколько я вернусь. Сегодня мне на Ваберис пришли кое-какие мои вещи, и для лампы, для моей, я заказала наждачку и лак. И я буду сегодня шлифовать лампу и покрывать лаком, чтобы уже, наконец-то, она была как новенькая. Сейчас покажу то, что забрала с Ваберис, и уже приступаем к делам, наконец-то. Кисточку такую купила, кстати, в магазине возле дома, для того, чтобы красить лаком. Наждачка. Здесь разные абразивы, но не способны. Давайте мы попробуем. Ну вот, есть такая более миленькая и более плотная, жесткая наждачка. Наждачка. Лак тоже сейчас его откроем. Я, в итоге, решила взять матовый. Не знаю. Мне кажется, матовая лампа, это прикольно. Он такой, мучий, белый. Посмотрим. Я думаю, что порядок действия у меня будет такой. Я сейчас наждачной бумагой обработаю лампу, пока у меня еще нет ногтей. Потом я наращу ногти на одной руке. И потом уже, перед тем, как идти домой, покрашу лампу, чтобы она за день, за сутки высохла. Потому что завтра у меня есть клиент. А затем у меня пришел еще один гель. Я показывала в прошлом видео. Номер первый оттенок. Такой вот цвет бежевый. Я взяла типсом. Вот такие вот тилеты. У меня все такие же. В общем, я выкрашу гелем. И вам покажу, как он выглядит на типсах. Такая коллекция у меня получилась. Еще у меня есть прозрачный гель. Я делала вот с ним наращивание. Все хорошо держится, по крайней мере, у меня. По номерам не ориентируйтесь на них. Они могут быть перепутаны случайно мной. Вот такие вот цвета. Начнем со шкуривания лампы. Я уже тут попыталась, короче, пилочками как-то пошкурчить, чтобы просто посмотреть, получится или нет. И сейчас она выглядит вот так, до преображения. Смотрим, да? Вот такой вот промежуточный результатик у нас получился. Специально оставила кривойки на ступеньке. Для того, чтобы была максимальная такая вот кривизна. Вот такой вот результатик у меня получился. Мне кажется, что это отличная грань между уродством и неуродством. То есть они кривые, косые, и вот здесь вот еще затек. Но при этом как будто бы не очевидно, что я специально это сделала. Не знаю, короче. Посмотрим по реакции людей. Ну, капец, они длинные. С ними, конечно, дико неудобно. Это длина 11. Смотрите, какие они длинные относительно моего лица. Относительно телефона. Конечно, капец. В итоге я те ногти сняла. Вот эти вот опилила, выровняла, но еще ничего не опиливала. Гель не опиливала сверху. И то же самое сделала на второй руке. И так я ухожу уже домой. Сегодня у нас вторник. Я приехала пораньше, чтобы переделать свои ногти. Точнее не переделать, а доделать. Вот. Пока что не знаю, что делать с дизайном. Если я буду делать какой-то дизайн и заморочусь, то я вам сниму. Если нет, то я, скорее всего, просто ставлю их прозрачными. Сейчас опилю, оставлю прозрачными. А, наверное, перед Новым годом уже как-то спилю слой топа. И можно будет просто покрыть блестками и сделать такой новогодний дизайн. Потому что у меня, скорее всего, вообще не будет времени на свои какие-то дизайны, на Новый год и так далее. И просто блестки мне в помощь. Вот. И еще. Покажу лампу свою. В итоге вот так она выглядит после покраски лаком. Ну, я вот это шкуриваю, но все равно. Видите, такие штуки. Я думаю, что все-таки серебристой краской нужно будет ее покрыть, и она будет смотреться лучше. Ну, тем более у меня все такое серое. Как раз, в принципе, почему бы и нет. Ну, так. Лучше, чем было, но... Конечно, жалко. В итоге не стала мудрить, просто покрыла матовым топом. Кстати, на камере видно, что они грязные. В жизни как-то так незаметно. И сделала такие капельки. То же самое у меня на второй руке. Ужас. На камере кажется, что они прям грязнючие. Уже второй раз выбирают этот дебильный лак, который ужасно полосит. Меня это дико раздражает. Мне пришлось покрывать в три раза, в три слоя делать покрытие. До этого я делала, получается, наращивание для нюты, наращивала. Потом гель, потом вот этот лак. Короче, надо его нафиг убрать. Но я его не убирала, потому что у меня и так немного нютовых оттенков. И чтобы их было больше, да, больше ассортиментов, я его не убрала в прошлый раз. Но в этот раз я его уже точно уберу. Потому что, ну, это вообще... Ну, после прошлого раза, после первого раза такого, я уже как бы подналовчилась. Но мне не нравится три раза наносить лак. Вот этот лак. Героев нужно знать в лицо. Ни в коем случае его не берите. И он из набора. Вы меня спрашивали, как мне набор. И вот все цвета, кроме светлых, мне нравятся. Но светлые, это какой-то кошмар. Ужасно полосит. Желтый ужасно полосит. Только для каких-то дизайнов использовать. А конкретно просто так нет. Сейчас уже без 10.10. Сегодня пятница. Я закончила, наконец-то, работать. И хотела немножечко рассказать. Сегодня у меня было два клиента, как вы видели. Первый клиент. У нее были очень сложные ручки. Вы видели, какая бутикула сухая. Еще и налипшая очень. Ну, почти на пол ногтя, грубо говоря. Пришлось ее два раза срезать. Вот. Но в итоге сделала наращивание. Но получилось не идеальное. Потому что тяжело было. Но получилось толстоватое. И из-за именно ногтей самих. Вот. Еще и грызунки. Пошлось там чуть-чуть достраивать гелем. Потом уже наращивать. Короче, сложно было работа. Но я справилась. Потом. Вот сейчас пришла девушка. У нее были клюющие ногти свои. Я говорю, я хочу на свои. И я ей сказала, что у вас клюют ногти. Давайте мы с вами сделаем. У меня есть услуга. Называется вот. Восстановление архитектуры всех ногтей. 2,700 стоит. Вот. Я говорю, давайте мы это сделаем. И у вас будут красивые ногти. Потому что они клюют. Я ей показала прям наглядно. Что вот видите, вот указательный. Там вот большой. Вот они клюют. Кончики смотрят вниз. Она такая, да-да-да. Я видела. Но никто мне об этом не говорил. И она говорит, мне казалось, что это нормально. Раз никто мне из мастеров об этом не сказал. И я подумала, ух ты. Я вот вам до этого рассказывала про случай, где девушки все время делали коррекцию наращивания. И ногти были уже там не на что уже было наращивать. И ей никто не говорил, что можно перенарастить. И так же и здесь. То есть человек ходит. И мастер не говорит, что у нее клюют ногти. А я подумала, что мне не хочется человека отпускать с кривыми ногтями. И потом еще, знаете, где-нибудь она там выложит. Или там кому-то порекомендует. Ну, короче, не хочу. Хочу, чтобы было все красиво. И она такая, да-да-да, конечно, мы сделали. Я так обрадовалась, что оказывается, клиенты реально видят, что что-то не так. То есть они различают, где красиво, где они ровные, классные, а где они там покривились, покосились. И это очень приятно, это очень классно. И я подумала о том, что надо чаще предлагать клиентам не то, зачем они пришли, а то, что реально сделает их ногти круче, лучше, которые будут выглядеть классно. Вот. Такие у меня мысли. Я поеду домой. А завтра в 1.30 у меня снова клиентка. Сегодня у нас суббота. Я пришла на работу, уже сделала маникюр. Сделала за 2 часа, потому что она сказала, что торопится. И я просто очень быстро начала делать маникюр. И даже с дизайном. Что вообще для меня это рекорд, наверное, 2 часа с дизайном. Продолжение следует...